Ну, почти полтора месяца. До этого у меня был сахарный диабет уже почти 4 года. Я боролась вообще, не знала, как мне от этого исправить, уйти от этих проблем. Я и таблетки пила. Какие заказывали таблетки мне по 3 700 и по 4 000. Я все их перепробовала. И с их у меня выходило я все равно через какие-то там маленькие дозы все равно пробовала. Диета у меня была вообще идеальная. Капуста и перловку. Больше ничего не ела. Утром только овсяная каша. Все это на воде, без соли, без сахара. Конфету я вообще даже не видела, что это такое. Ну и вот так вот я вела себя уже почти 4 года. На инсулин меня посадили почти через полгода, как сахарный диабет. Потому что он начал резко у меня увеличиваться. Сначала он у меня был 18, потом 22, потом 24, 27. И когда дошли до 28, они меня посадили на инсулин. Но я как бы, вот как все мы, думаю, это же хорошо. Потому что врачи же как бы за нас, да, борются. Но я поверила тем докторам, у которого я лечилась. Я, значит, начала колоть инсулин. Я сегодня, значит, колю 5 единиц утром. Вечером, например, 8 единиц. А улучшений-то у меня никакого. Я утром просыпаюсь. Я как выжатый лимон, как будто бы я сходила на разгрузку вагона. У меня все болит. У меня внутри все трясет. Я не могу ни есть. Мне тошнит. И вот, ну вообще, я, получается, не жила. Я опять начинаю колоть этот инсулин. Только уколола. Мне жрать сразу не то, что кушать. Мне жрать охота. Я даже не знала, как себе там вот... Просто я только вот так вот надувалась, надувалась. У меня началось вот эти вот все жировые отложения. Потому что, ну, если женщина... Ну, пусть я даже не комплексовала, но все равно это как бы некрасиво. Это вот... Ну, было плохо. Потом, значит, очередной раз лежу на диване и говорю дочери, я больше не буду колоть инсулин. А у меня инсулин, получается, сначала один, потом второй, потом третий. Они не могли мне подобрать. Потом дозу доводили до 20 единиц уже. И я вообще вот что я 5 уколю, что я 20 уколю. У меня никакого результата не было. Сахар не падал. Но если упадет, то ли, например, с 20 до 17, и все. Потом, значит, это... Я ей говорю, я не буду больше колоть. Она говорит, как, мам, ты что, от него нельзя отходить? Она у меня медик. Я говорю, ну, сколько прошло, сколько прошло? Два месяца, два месяца, две недели, две недели. Но больше я не буду на собой издеваться. Я не хочу. И все, я отказалась я от этого инсулина. Когда я отказалась от инсулина, мне как бы сила начала прибавляться. Я утром что-то могла поделать. А то если я полы хочу помыть, я так подумаю, а не буду мыть. Вот у меня не было сил вообще. Я не смотрела, что где-то пыль там или что-то. А мне пофиг это все было. А тут у меня как бы какая-то сила появилась. Думаю, ладно, помой полы там, там еще что-то. Это когда я отошла от инсулина. А сахар-то у меня не падает. Мне все равно так же плохо. Мне как бы начались уже скачки с давлением. Начались у меня какие-то боли в загрудине. Как бы сердце, ну, как бы я не проверяла, но почувствовала, что такое там, да. Где-то печень начинает, ну, как бы дискомфорт такой. И я обратилась к препаратам ВЭБИ. Ну, я как бы изучила, да, там, что там сахарный диабет уходит там. Хотя я очень давно к этим БАДам-то присматривалась и пила. Китайские у меня там БАДы были. Китайские БАДы тоже интересно работают. Я начинала, когда пить, оно сбавливает. Сразу раз-раз упало, вот чтобы в норму приходит. Ну, не то, что в норму, но когда хорошо получается. Только я начинаю привыкать к ним, например, месяц-полтора попью. Я говорю, все, у меня результата нет, у меня сахар опять, опа, по отскакиваю до 25. И так же с ГОБИКом получилось. Ну, ГОБИК я пила очень долго, 7 месяцев. У меня сахар вообще не падал. Я вот у кого брала, я говорю, Наташа, ну, не падает у меня сахар, она, ты потерпи. Ну, сколько могу терпить-то? Я 7 месяцев пью, у меня нет результата никакого. Она говорит, ну, что, вообще нету, я бы вообще нету. Я только с туалета не выползаю и все. Она говорит, ну, это же хорошо. Я говорю, я понимаю, что если бы это было хорошо, что-то один-два раза сходить в туалет, да, что как бы очистка там пошла. Но это же постоянно. Я же не могу вот куда-то выйти и горшок за собой таскать. Это же неприлично. И вот, и, короче, я потом говорю, хорошо, все, больше я не буду брать она. Ну, попробую еще ночные. Зачем мне ночные, когда сон у меня как бы качественный, я сплю нормально. Потом, когда вот Ирина мне предложила, я, конечно, сразу не взяла, я сначала все это посмотрела. У меня же сахар, я смотрела отзывы только по сахарному диабету. И когда я увидела там такой отзыв, что у мамки там был уже, ну, тоже вот, как вы говорили, ножка, да, у папы там больная была. Там тоже такие же были уже и раны, там были, пятка там треснула, что там невозможно было уже, тоже хотели обвязать ногу. И вот они его спасли. Думаю, если от таких уходит, да, проблема, почему это сахар, это же вообще дюк. Когда я начала пить эти бальзамчики, я ночью просыпалась, 3-4 ночи, я так жрать хотела, вообще, я не могла. Я ей говорю, ты зачем мне это дала? Я ей так худенькая, да, а тут еще буду набирать. Ночью я просыпалась от того, что я голодная. Ну, это было где-то, наверное, дня 2, да, 3 вот так вот. Потом я на следующую ночь, говорю, сплю и думаю, а что ты не встаешь-то, тебе же не хочется, чего не хочется. Да, и вот так вот, а сила, конечно, сила сразу пришла как-то. И сахар у меня с 27, это вот последний у меня такой прыжок был, что 27, я даже не знала, внучку мне куда деть, то ли вот в скорую звонить, потому что мы вдвоем с ней были. И когда вот я с 27 ушла на 12, думаю, ну, это у меня же бывало так, что сразу резко упал сахар. Потом с 12, он у меня на 8,6, я пишу или смс-ку ночью, пишу, ура, у меня таких цифр никогда не было, 8,6. А сейчас он у меня 7,2, но, правда, ниже не падает. Ну, я так думаю, что мы еще поборемся. Ну, хотя я уже себе могу позволить конфетку, какую-то печеньку могу позволить, чай с молоком там. Ну, сахаров, конечно, я не пью, но все равно какое-то уже разнообразие. Где-то супчики, картошку, а то у меня суп был, получается, кислая капуста, там, курица и фасоль. Ну, это что? Или перловка. Вот эта перловка, если будет, наверное, в магазине будут. Вот это, да, вот эта перловка вообще. Я как бы вижу, у меня вот прямо перловка. Потому что нельзя было вообще ничего. Спасибо большое.